Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы продолжаем с вами тему, как вылечить мастопатию народными средствами. Сегодня я вам расскажу, как лечить грудь по совету Ванги. Еще раз повторю, милые мои женщины, дорогие девочки, девушки, ни в коем случае не пренебрегайте советами врачей, докторов, специалистов, дипломированных врачей, потому что все эти заговоры и все вот эти рекомендации можно делать вместе с советами дипломированного врача. Но вместо лечения этого проводить, ни в коем случае самолечением заниматься нельзя, это опасно. Конечно же, если болезнь вас постигла в связи с какой-то порчей, с негативом, со сглазом, с каким-то, то, конечно же, все вот эти заговоры и ритуалы, они в первую очередь будут помогать. Но медикаментозное лечение ни в коем случае прерываться нельзя и нужно лечиться вместе с врачами. Итак, лечение груди по совету Ванги. Болгарская ясновидящая и целительница однажды дала рецепт лечения от мастопатии. В Болгарии он популярен, так что стоит его испробовать. Нужно испечь лепешки из ржаной муки и прикладывать их к груди. Вам потребуется для лепешек ржаная мука, сливочное масло и свежее парное молоко. Но если, конечно же, вы не найдете свежего парного молока, можете купить его в магазине, но советую, в общем-то, парное молоко, оно будет действовать лучше. Все это смешать в миске, слепить лепешку. Ее нужно будет прикладывать на ночь к больной груди. Значит, заметьте, здесь нет никаких пропорций абсолютно. Вы делаете это все на глаз. Далее, смотрите еще самое главное. Здесь не говорится, что эту лепешку нужно выпечь, а то сейчас я уже предчувствую, что будут такие задаваться вопросы. А печь, а сколько печь, не нужно. Вы просто сырую лепешку делаете, готовите и прикладываете к больной груди. Или две лепешки на две груди. И говорите заговор. Грудница больная, грудница чужая, покинь меня наскоро, оставь надолго. На лепешку перейди, сгинь, покинь меня, уйди. Нарыв отними, боль червону отдери. Аминь. Повторяйте эту процедуру 10 дней. И боль пройдет уже на пятый, шестой день. Но вы все равно продолжайте делать эту процедуру. Значит, что вы спросите делать с этими лепешками? Лепешки вы должны будете потом закопать в землю. Вот после каждой процедуры сделали лепешку, положили на грудь, сказали, вот этот заговор, все, полежали немножечко. И вот эти лепешки на следующий день можете пойти или рано утром закопать где-то в землю. И так делаете 10 дней. Очень хороший действенный ритуал. Пользуйтесь во благо. И всего вам самого наилучшего в мире.